Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! За почти трехлетнюю историю активной работы нашего канала «Шахматы для всех» мы с вами увидели сотни партий великого шахматиста, восьмого чемпиона мира, рижского кудесника шахмат Михаила Таля. Но все-таки есть еще поединки, которые пленяют своей красотой. Буквально сумасшедшая партия, которую я откапываю специально для вас и, конечно же, показываю с целью еще раз вас впечатлить талантом, гениальностью восьмого чемпиона мира. Сегодня мы с вами рассмотрим как раз такой поединок, который, надеюсь, поразит вас до самой глубины души, потому что в этой партии Михаил Таль сотворил настоящий комбинационный фейерверк. Невооруженным глазом видно, что игравший белыми – это уникальный шахматист, который буквально нокаутирует любого игрока, сидящего напротив своей безграничной фантазии. Мы с вами рассмотрим партию, которая была сыграна в начале 80-х годов прошлого столетия на международном турнире во Львове. Михаил Таль играл против международного мастера из Филиппин Рико Маскариноса. И в этой партии Михаил Таль пожертвовал столько фигур, что я, честно говоря, даже сбился со счета. Итак, Е4. Пошел Михаил Таль в ответ Д5. Скандинавская защита. Довольно интересный выбор. Взяли ферзь Д5 и конь С3. Ферзь отошел на А5 и Д4. Черные играют С6, далее конь Ф3. И после хода конь Ф6 ставят слона на Д2, для того, чтобы в удобный момент отскочить конем, напасть на ферзя соперника. Конечно, рано или поздно нужно ферзем отходить. И Маскаринос решил, что лучше все-таки рано. И пошел ферзем на Ц7. Слон Ц4. В этой позиции достаточно неплохим решением было бы слон Ф5. Но черные закрывают своего слона, играя Е6. В то же время ограничивают слона соперника, выставляя на его пути вот такой вот барьер. Но Михаил Таль, конечно, с помощью своего уникального комбинационного таланта, за свою долгую шахматную карьеру, брал и не такие барьеры. Ферзь Е2 играет экс-чемпион мира, далее слон Е7. И в этой позиции чаще всего играли конь Е5. Этот ход не дает белым большого преимущества. Он достаточно стандартный. В дальнейшем можно пешку на Ф4 продвинуть. Но, конечно, оригинальный комбинационный талант Михаила Таля уже рвется наружу. И он здесь применяет довольно интересный ход Ж4. Конечно, это продвижение перекликается с ходами Ж2-Ж4 в защите Фелидора. Также знаменитый гамбит Широва-Шабалова в антимираниях славянской защиты. Тут идеи те же. Если забрать конем на Ж4, то следует владя Ж1. И на ход Х5 можно пойти Х3. Дальше владя так или иначе забирает на Ж7. Черный король пока что остается в центре. Напомню, черные еще не закончили развитие. Поэтому здесь у белых уже очень большое преимущество. Поэтому, конечно же, филиппинец не рискнул против Таля вот так вскрывать свою позицию. Ограничился развитием конь БД7. Белые же сделали рокировку на ферзевый фланг Б5, слон Д3, Б4. Черные начинают свою атаку на ферзевом фланге. Белые же ставят коня в центр. Конь Д5. Амбициозное решение. Король Б1, А5. В этой позиции объективно лучшим за белых была централизация. Владя ХЕ1. Но все-таки Таль дальше двигает свою пешку Ж. Но что же делать черным? Ферзь Б6. И после хода Х4 лучше всего было сыграть слона 6. Разменивая потенциально сильного белопольного слона соперника. В случае перехода партии Веншпель, вот эти пешечные надвижения вполне могут привести к образованию слабости в лагере белых. Но черные играют чересчур оптимистично. С5. Это серьезная ошибка. После взятия на С5, конь С5, слон Б5. Играют здесь белые. Далее слон Д7. Взяли, забрали. И Х5. Конечно, в этой ситуации черные должны подумать о безопасности своего короля. Можно было пока что повременить с рокировкой и сыграть А4. Но филиппинский мастер решил все-таки сделать рокировку на королевский фланг. Он полагается на тот факт, что пока что на королевском фланге он никаких слабостей не создал. На Ферзьевом уже надвинул пешки. И надеется быстрее добраться до короля Михаила Таля, чем великий восьмой чемпион мира. Сумеет это сделать на королевском фланге в отношении черного короля. Но посмотрим, как дальше развивалась партия. В случае хода Х6, конечно, черные играли бы Ж6. И пробиться к черному монарху практически невозможно. Поэтому Таль играет Ж6. Его идея вскрыть как можно больше линий на королевском фланге. Х6 играет черные. Это естественная реакция. И вот здесь начинается та комбинационная феерия, благодаря которой данная партия и попала на канал шахматы для всех. Слон бьет Х6. Очень интересный удар. Конечно, с точки зрения полной шахматной объективности, компьютерного анализа, этот ход далеко не лучший. Но мы с вами, конечно же, помним слова самого восьмого чемпиона мира Таля. Он говорил, что есть два вида жертв. Корректные и мои. Это как раз вот жертва Михаила Таля на Х6. Внешне, конечно же, очень подозрительная, но с практической точки зрения очень и очень опасная. Брать слона или нет? Филиппинец отказался от взятия, хотя нужно было как раз скушать на Х6. Это лучшее решение после ферзь Д2 с нападением на пешку. Король Ж7. И после взятия нужно было сыграть ладья Х8. Скорее всего, филиппинец видел эту возможность. Ну уж слишком некрасивым является ход ладья Х8. Тем более, что после ладья Х1 король бьет Ф7. Непонятно, сумеют ли черные все-таки отбить атаку белых. Либо Михаил Таль все-таки нокаутирует черных с помощью прямой матовой атаки. Объективно, позиция в пользу черных. Но опять же, если бы она возникла на доске в этой партии, никто не гарантировал бы филиппинцу спокойной жизни. А в нашей партии на слон бьет Х6. Это первая жертва фигуры со стороны Михаила Таля. Черные совершили серьезную ошибку. Они пошли Ф5. И как раз в этой позиции Михаил Таль мог забрать на Ж7, продолжая жертвовать своего слона. Ну и дальше на взятие на Ж7 Х6. Король Ж6. И далее очень точный ход. Конь Ф, Ж5. Таким образом, жертвуя еще и коня на Е4, белые открывали путь на королевский фланг для своего ферзя. В то же время брали под контроль два важнейших поля пути отхода черного короля. Если забрать на Е4, то атака на короля очень сильно шах. Далее вскрытый шах именно на Е6. Забираем. Кушаем на Д5. И далее следует ход Х7. С идеей ладья Х6. Там выигрывается ферзь. Поэтому конь Е5 на шах, конь Ж6. Но наваливаемся на коня ладьей. Еще и ферзем на Х5. Имею ввиду на ладья Ф6. Х8 ферзь. В общем, здесь уже у белых выиграно. Но Михаил Таль поступил иначе. Он забрал ладьей на Д5. Фактически жертвует еще одну фигуру. Посмотрите, три фигуры под боем. И сейчас у черных буквально разбегаются глаза. Стоит отметить, что два взятия ведут к одной и той же позиции. Если забрать сначала на Х6 и потом на Е4. То получается вот такое положение, в котором белые при уже материальном преимуществе ведут убийственную атаку на короля соперника. Тоже получается в случае взятия коня. Дальше бьем на Д7. Забираем на А6. И на доске тоже положение. Поэтому решил Маскаринес здесь забрать на Д5 ладью. Очень опасную фигуру. Но конь Ж3. Посмотрите, под ударом чернопольник. Ладья АЕ8. И далее ферзь Д2. В случае взятия на А6 мы забираем ферзем. Поэтому конь С5. Далее слон Ф4. И конь Е6. А6. Играют белые. И все-таки Таль хочет вскрыть крайнюю вертикаль. Ладья Ф6. Забрали на Ж7. Конь Ж7. Кажется, что все в порядке. Но здесь Михаил Таль наносит новую серию ударов. Которая является уже решающей. Посмотрите. Следующий ход очень красив. Хотя и достаточно понятен. Таль играет слон С7. Идея жертвы слона. Это действительно слон Камикадзе в данной партии. Это освобождение диагонали С1 А6. С тем, чтобы совершить набег на черного короля. Который закончится матом. Ферзь забрал на С7. Но в этой позиции не Ферзь А6. А ладья А8. Еще одна. Уже действительно нокаутирующая жертва в исполнении Михаила Таля. Здесь время дороже фигур. И в этой ситуации Маскаринос просто сдался. Действительно шокирован был международный мастер из Филиппин. Потому что на взятие на А8 другого хода просто нет. Следует шаг Ферзем. Далее еще один шаг. И вот такой вот красивенный мат Ферзь А8. Посмотрите. Действительно уникальнейшая партия Михаила Таля. Такой фейерверк фигур. Сколько здесь было жертв. Опять же сбился со счета. Считайте сами. Пишите в комментариях. Действительно это настоящая шахматная красота. Кто бы мог сыграть такую партию, как не Михаил Таль. Надеюсь, что эта партия вам понравилась. В этом случае не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Оставляйте свои комментарии. Я надеюсь, что сумею еще откопать несколько таких, может даже десятков партий. Которые будут радовать нас с вами. И удивлять, еще раз поражать силой, красотой игры Михаила Таля. Большое спасибо за внимание. До свидания.